Причины компульсивности берут свое начало во врожденной памяти. То, насколько она доминирует, будет определять, насколько вы компульсивны. Не пытайтесь этому сопротивляться или подавлять это через силу. Духовный процесс отразумевает создание такого уровня осознанности, чтобы перезаписать память. Мой вопрос касается компульсивных пристрастий. Пристрастие к еде, к наркотикам, к чувствам. Любое пристрастие, преследующее нас в жизни. Как они связаны с внутренним шумом и беспокойством. Как выражается этот шум через внешние компульсии. Как правило, обычно, когда говорят «компульсивность», подразумевают компульсивное поведение. Для кого-то компульсивность связана с выпивкой, для кого-то с насилием или с чем-то еще негативным. Любое поведение, которого люди не могут избежать, называется компульсивным. Но нам нужно посмотреть на это немного глубже. Само то, как мы сидим или стоим, во многом является компульсивным. Может быть, если вы практикуете хатха-йогу, то, как вы стоите или сидите, постепенно становится осознанным. В противном случае эти процессы по большей части компульсивны. Если посмотреть на тень сидящего человека, то почти наверняка можно понять, кто это. Потому что вы сидите и стоите определенным образом. Замечали такое? У каждого тела есть свои компульсивные шаблоны. Причины компульсивности берут начало воврожденной памяти. Вы можете назвать ее генетической, кармической или множеством других имен. Но суть в том, что память овладела вашей жизнью. Духовный процесс подразумевает создание такого уровня осознанности, чтобы перезаписать память. Это касается не только простых привычек, еды или чего-нибудь еще, но и компульсивности самого существования, которое проходит через циклический процесс жизни и смерти. Этот неотвратимый процесс и тяга к рождению являются стремлением победить высшую компульсивность. Поэтому, когда мы используем слово мукти, я знаю, что сегодня есть мукти-шоколад, мукти-мороженое, но ничего, они же делают слово более популярным. Хотя бы так его используют. Итак, компульсивность означает, что что-то происходит циклично. Вы не в состоянии побороть цикличность, проявляющуюся в вас, ни в психологических, ни в эмоциональных, ни в энергетических, ни в физиологических моделях поведения. Возможно, вы замечали только компульсивную природу поведения, но не обращали внимания на компульсивную природу своих мыслей, если только они не станут очень навязчивыми, или компульсивную природу ваших эмоций, или того, как движутся энергетические потоки, но самое главное – компульсивную природу самого вашего существования. каждый аспект жизни находится под влиянием памяти. То, насколько она доминирует, будет определять, насколько вы компульсивны. это все равно, что… Думаю, я уже говорил об этом раньше. С вами подкрадывается ко мне так каждый раз, но не компульсивно. Когда в наушниках он слышит, что мой голос становится немного хриплым, он приносит теплый напиток. Иногда я его пью, а иногда нет. Но это можно сделать своим компульсивным шаблоном. Каждый день в два часа вам будут приносить теплый напиток. Вне зависимости от того, нужен он вам или нет. Это называется вырабатыванием хороших привычек. Хороших привычек не бывает. Все привычки плохие, потому что привычка означает, что вы пытаетесь поступать в соответствии с компульсивным шаблоном. Когда вы чувствуете жажду, вы пьете. Нет, доктор говорит мне, выпивать каждый день по три литра воды, поэтому полдня вы проводите в туалете. Врач не должен говорить вам, когда пить воду. Вы должны понимать, когда вам нужна вода. Это же так просто. Но нет, все запланировано. Когда все запланировано, кажется, что ваша эффективность возрастает. Это верно. Эффективность без сердца никуда не годится. Она жестокая. Адольф Гитлер был очень эффективен, но бесчеловечен. Это может произойти в жизни каждого человека. Сами того не зная, вы станете тираном. Возможно, у вас не будет таких же способностей, как у него, к счастью. Но вы можете стать таким же жестоким и к себе, и к окружающим из-за дурацкого чувства дисциплины. Но, садхгуру, если я не разбужу своих детей в шесть утра, они проснутся в полдень? Это правда. Это правда. Их нужно разбудить в шесть часов, иначе они обленятся. Это тонкая игра. Жизнь — это тонкая игра. Вы можете сыграть в нее грубо, если хотите, но если вы хотите сыграть в нее как следует, это тонкая игра. Одно и то же. Можно сделать различными способами. «Садхгуру, как мне осознанно разбудить своих детей в шесть утра? Потому что в семь им уже надо идти в школу». В мире происходит много разных ситуаций. Не все они полностью в наших руках, но нам нужно научиться синхронизироваться с ними. Иначе мы потеряем связь со всем. Вам нужно будить ребенка, чтобы в семь отправить его в школу. Однажды, не в шесть, в семь утра, мама в десятый раз пришла разбудить сына. «Вставай, нужно идти в школу». Он отвечает, «Мама, но в школе меня никто не любит. Я не нравлюсь учителям. Остальному персоналу тоже. Водитель автобусов меня вообще ненавидит. Я не хочу идти в школу». Тогда мама сказала, «Где твоя ответственность? Ты должен идти в школу. В конце концов, ты же директор». Чтобы реализовывать определенные ситуации, мы создаем необходимые для них шаблоны, но они могут быть осознанными. Это может быть строгий шаблон, но сознательно установленный на определенный период времени для реализации конкретных задач. Ему не нужно становиться частью нашей системы. Если вы понаблюдаете за природными ритмами, некоторые события происходят в определенной хронологии. «Разве не компульсивно, что каждый год в июне начинаются муссоны? Это компульсивно? Да. Такова физическая природа мироздания. Оно функционирует позаранее заданным шаблоном. К сожалению, даже муссоны становятся немного осознанней и уже не начинаются. Это досадный разрыв шаблона. Однако физическая природа состоит из шаблонов. Будь то отдельный атом или клетка, или молекула, или целая система, так устроено все физическое. В этом и есть основное отличие. Человек осознанно или неосознанно пытается доказать, что его природа находится за пределами физического. Возможно, кого-то не коснулось ни одно духовное учение. Однако даже он пытается доказать, что он больше, чем физическое. Если кто-то обращается с вами только как с физическим существом, вам это не нравится. Не так ли? Все физическое подчиняется установленным шаблонам. измерение за пределами физического никаким шаблонам не подчиняется. Именно из этого измерения в человеческом уме возникла сама идея осознанности. С точки зрения эволюции люди сейчас подобны птице, которая долгое время сидела в клетке. и когда спустя много лет дверцу в клетке оставили открытой, она не делает попыток улететь, потому что уже привыкла к этой клетке. Она отождествила себя с клеткой и теперь не улетает. Сейчас такова природа человека. в масштабе эволюции то, что было ползающим существом, стало вот таким. Теперь нет преград, но мы все равно не выходим. Просто по привычке, под влиянием генетики, которая вызывает компульсивное поведение. Однажды трехлетний мальчик сказал своему другу, «Когда я вырасту, я женюсь на девочке, которая живет в соседнем доме». Друг спросил, «Почему?» «Потому что мне нельзя переходить дорогу». Итак, не пытайтесь противостоять компульсивности, не пытайтесь победить ее силой, вы просто должны стать осознанными. Это как тьма и свет. Глупо пытаться победить тьму. Компульсивность — это проявление недостатка осознанности. Вам не нужно с ней бороться. Если вы станете более осознанными, компульсивные шаблоны просто растворятся. Это все равно, что если вы включите свет, тьма исчезнет сама по себе. С ней не нужно бороться. Но если вы боретесь с тьмой, такая борьба бесконечна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok